Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео? Сегодня я буду вам рассказывать о своих фаворитах зимы. И если вам интересно узнать, что это были за именно фавориты, тогда я вас приглашаю к просмотру. Девочки, чтобы долго не затягивать прелюдию, начнем. Наверное, мы с вами, с моих фаворитов, именно в уходе за волосами. Это маска от Capus Professional с экстрактом пшеницы и бамбука. Здесь ее объем 500 мл. Девочки, это та маска, которую я буду покупать, покупать и еще раз покупать. Она такого белого цвета, похожа, знаете, такая вот. Она прям силиконистая, но это та маска, которая, мне кажется, из любых волос может сделать реально конфетку. Они становятся шелковистыми, они напитанные, они, знаете, такие, они рассыпчатые, блестящие, они подаются укладке, укладка держится, правда, девочки. Та маска, которая, она, да, она силиконистая, это безусловно, но это та маска, которая просто вдыхает жизнь волосам. И когда вам нужно выглядеть классно, вот эта маска, ну, лично для меня, она делала просто чудеса с волосами. Так что, девчонки, присмотритесь, и стоит она даже очень недорого. Вот, это просто моя любимица-любимица. Следующее средство, тоже от фирмы Капус, выходит за волосами. Это то средство, которое я, конечно же, распробовала, то средство, которое делает так, чтобы волосы, концы не запутывались. Это то средство, которое добавляет блеск кончикам, они такие более живые. И если есть какие-то посеченности, она действительно обволакивает волосы, запечатывает. Мне очень сильно понравился, мне понравился аромат, мне понравился. Использовать ее. Очень даже, да, она не экономичная, но за ее стоимость, за то, как она делает, что она делает с волосами, я ей прощаю. И думаю, то, что она еще много раз появится в моих покупках и, надеюсь, что в фаворитах. Надеюсь, что производители ее не испортят. Девочки, если вы еще не пробовали вот такой вот масочек, ой, флюид для кончиков волос, обязательно попробуйте. Правда, достойный продукт, который запал мне в душу. Следующее, что я хочу показать, это, давайте, наверное, будет уход за лицом. Я буду так прям скакать. Уход за лицом у меня начнут прямо с бюджетного. Уход за лицом, простите, уход за телом. Я распробовала померанцевое мыло, густое, что-то я заговариваюсь, померанцевое густое масло для телоподтягивающей девочки. Какой у них сумасшедший запах, как вы видите, я полностью использовала просто. Пахнет облепихой, но это, знаете, она не химическая облепиха, а действительно, прям вот легкий аромат облепихи. И после того, когда вы ее распределяете по телу, нет жирной пленки, и она действительно подтягивает, то есть ощутимо. То есть вы даже ощущаете, как, то есть это нужно попробовать, девчонки, действительно. Она действительно подтягивает бедра, кожа становится более упругой, более нежной. То есть мой супруг оценил это масло прям на 5 с плюсом. Ему нравится запах облепихи, и когда я пользовалась данным продуктом, он, знаете, вот не было какого-то дискомфорта, когда я находилась с ним рядом. То есть он говорит, у тебя идет такой легкий аромат. То есть действительно, это то средство, которое потихонечку выветривается запах с тела, и нет, знаете, ощущения. Бывают некоторые масла, когда вы наносите на тело, они прогоркают, что ли, и вот такой запах отвратительный. Особенно вот, я не помню, какой это я брала, вспомню, обязательно подпишу в инфобоксе, было отвратительно. А вот это просто обалденная маслица, которую я обязательно еще куплю. Вообще просто, девочки, реально классная, хорошая маслица. Следующее, что хочу показать, это средство, которое попало ко мне в начале января, и безусловно, стало моей любимицей в уходе за телом. Да, девочки, я использую его для тела. Это масло, нежный крем для лица и тела от Ифраше с ромашкой. Девочки, обалденное средство, классно питает. И вечером, после того, когда вы принимаете душ, нанеся на кожу тело, я вам могу сказать, что это, знаете, запах, конечно, на любителя, девчонки. Это вот, гадалки не ходи, но после того, когда вы им воспользуетесь, кожа действительно напитанная, она увлажненная, нет сухости, нет стянутости, нет жирности. Обалденная, классная крем, и его можно использовать также для лица. Для лица я его использовала буквально пару раз. Но мне, знаете, наверное, как-то, не знаю, психологически, что ли, мне не захотелось им дальше пользоваться. Но для тела, спасибо большое Ифраше, что накидали мне много шайбочек таких. Я теперь просто с удовольствием пользуюсь данным продуктом. Правда, классно, девчонки. И это тот продукт, который я, наверное, буду покупать и покупать. Заказывать и заказывать. Следующее средство – это кремушек для ног, который с фаворит уже, знаете, это не первый год, когда я его покупаю и, наверное, буду дальше покупать. Это тот продукт, это то средство для ножек, от которого я действительно вижу результат. От того, наверное, мамочки меня поймут, и те люди, которые, ну, не только мамочки. От того... Сын играет. От того, что постоянно играешь с ребенком, бегаешь на улице, знаете, постоянно на ногах, постоянно. И всегда появляются натоптыши, кожа на ногах становится более грубая. И вот этот вот крем от фирмы L'Etoile Dolce Milk, это, по-моему, их собственное тоже производство с инжиром. Оно вот такого вот замечательного, знаете, молочного фаолитового цвета. Но как оно пахнет, а как оно увлажняет. Просто, знаете, девчонки, я его покупаю уже, не знаю, наверное, года три. Как вот он появился вообще у них в магазинах, в L'Etoile, я так его начала покупать. Так что, девчонки, кто не пробовал, обязательно попробуйте классный смягчающий крем. И после процедур каких-либо вы делаете, там, педикюру на ножках, там, да, классное средство, которое можно нанести. И просто обалдеть летом, классно тоже. Мне кажется, он даже немножко дезодорирует. У меня такое складывается впечатление. Но, правда, за его стоимость и свойства, которые он оказывает на ножки, просто, несомненно, мой фаворит, который я тоже буду покупать, покупать, еще раз говорю, покупать. Так, это все, что было связано с телом. Следующий мой фаворит в уходе за лицом, это будет умывалочка. Умывалочка от Shiseido. Я просто в нее влюбилась. Я понимаю прекрасно то, что, наверное, мнения о данном продукте могут разойтись. Но это действительно очищающая пенка, которая мне подошла. Мне нравится ее использовать, мне нравится, что она делает с лицом. Она и увлажняет, она и очищает. И даже когда есть шелушение, она их немножечко скрабирует. Она их убирает, потихонечку отшелушивает. Правда, девчонки, классно. И после нее очень здорово наносить свой дальнейший уход и увлажнение. Правда, здоровская вещь. Сразу говорю, макияж и данными средствами не снимаю. Я снимаю всегда мои любимицы от Garnier. Это вот просто фаворит из фаворитов, которым я пользуюсь уже на протяжении года. И хочу сказать то, что большое спасибо, что вообще такое теперь у нас есть в уходе. Классная вещь, девочки. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Так что вот этим я снимаю просто остатки макияжа, которые у меня остаются именно на лице. Эта пудра, собственно говоря, чем я только и пользуюсь. Классно убирает, очищает, вычищает поры. И кожа с ним достаточно напитана. Этот крем, он похож, знаете-таки, на взбитый, мне кажется, даже на такой взбитый кремушек. Уже ничего там не осталось. Вот такого вот. У меня обзор на него есть, девочки, на данные средства от Шоссейда. Прогуляйтесь по моему каналу, либо я оставлю ссылочку. Обязательно посмотрите. И если вы захотите попробовать, то, конечно же, пробуйте в миниатюрках. Я всегда говорю, то, что средство, любое средство, мне кажется, нужно начинать пробовать вот с таких вот малюточек, для того, чтобы сделать какой-то вывод по данным продуктам. Следующее средство для очищения, это фирма Clorans. Это просто, знаете, что взорвало мой, собственно говоря, мозг. Я никогда не думала, что микрогранулы, они могут так вычищать поры. Я никогда не думала, что вот это вот средство сможет на меня произвести такое впечатление, какое произвело. Обалденно вычищает поры после него кожа. Такая, знаете, мягкая, шелковистая, отполированная. Вот, знаете, мне просто, когда я пользуюсь данным средством, мне хочется сказать, потрогайте мое лицо. Вы потрогайте, вы посмотрите, какое оно классное. Правда, девчонки, мне очень сильно понравилось. И это, безусловно, мне понравилось. Но со мной сейчас сидит маленькая жадина где-то сзади меня. И прям вот подушивает, потому что 50 мл достаточно стоит небюджетно. Но эффективное средство, и поэтому я сейчас, знаете, на каком перепутье покупать, либо мне не покупать данную полноразмерку. Но думаю, в какой-то момент времени все-таки я приду к тому и возьму полноразмерку. Что касаемо очищения, это было следующее. Естественно, мой фаворит по очищению – это голубая глина. Вообще, в принципе, глина. Я очень люблю их. Я уже все уши ими прожужжала. Обалденно очищает, питает, не питает, а питает кожу минералами, которые содержат талии наобидные. Так что, девочки, я, наверное, буду постоянно о них говорить. Так что, держитесь. Следующее средство по очищению – это фруктовая маска с фруктовыми кислотами от фирмы Кора. Девочки, я, наверное, знаете, вот пою иоды, стихи они и слагаю, песни и возлагаю. Но могу сказать, девочки, одно, что действительно, это та маска, которая убирает пост-акне. Это та маска, которая борется с жирным блеском, выравнивает цвет лица. Та маска, которая действительно работает на моем лице. И мне кажется, это просто палочка-вручалочка. Да, она сейчас стоит уже в пределах 700 рублей, но ее объем 100 мл, и она действительно, девочки, экономичная. Это действительно то средство, которое работает. И это мой фаворит из фаворитов уже вторую зиму. И я просто люблю-люблю это средство. И, наверное, буду дальше ее покупать, если, конечно, производитель не испортит сам продукт. Дальнейшее, что касаемо лица, это, конечно же, тоже масло от фирмы Клоранс с голубой орхидеей. Девочки, это то средство, которое, я вам хочу сказать, оно действительно питает и увлажняет, оно выравнивает цвет лица. Знаете, после использования данного масла, действительно, цвет лица выравнивается, кожа более напитанная. И эффект, знаете, такой холеной кожи, вот в моем понимании, да, то есть, как бы, она становится более ровная. И поры потихонечку, мне даже кажется, что чуть-чуть скрывает, постепенно сужает поры. То есть, это тот продукт, которым нужно пользоваться. То есть, если вы даже возьмете миниатюрку, найдете там, попадется где-то, вы ее пропользуете, вы меня поймете. Это средство, оно либо подходит, мне кажется, либо не подходит, либо нравится аромат, либо не нравится. Но меня устраивает в ней абсолютно все от упаковки до действия, до аромата. То есть, меня полностью в ней все устраивает. И, девочки, могу посоветовать. Ну, конечно же, начинать надо с миниатюрочек. Следующее средство по уходу, это термальная вода от фирмы Аван. Я с ней познакомилась в начале зимы. Хочу вам, девочки, сказать, сейчас, когда находишься дома и когда включают отопление, кожа действительно подсыхает. И вот это то средство, которое оно мне заменяет. И лосьон при подготовке лица к дальнейшим уходам, оно мне может просто в течение дня освежать кожу. Просто классное средство с минералами, которое, к сожалению, у меня уже заканчивается. И думаю, следующая покупка термальной воды будет тоже, скорее всего, Аван. Ребенок поет. Следующее средство, это уход для глазиков. Был фаворит этой зимой. Это фирма Бенифианс. Это такая вот малюточка, тоже проходите по ссылочке на обзор этой косметики. Это очень жирненький питательный крем, которого нужно совсем чуть-чуть. И вот у меня миниатюрка закончилась уже. И, скорее всего, наверное, я куплю полноразмерку. Правда, классная вещь. Оно заявлено как крем от морщин для ухода за кожей вокруг глаз. Но мне кажется, это, знаете, вот то средство, которое подпитывает кожу. И, не знаю, девочки, мне правда понравилось. И является вот сейчас на данный момент моим фаворитом в уходе. Следующее средство, которое я хочу показать, это... Сын у меня поет песни. Следующее средство, которое я также использовала для зимой, но это уже аромат от Ангел Демон. Это их... Я давно-давно покупала этот аромат. Он очень старенький, ему, наверное, уже лет 5. Это... Сансейшн... Что такое, по-моему? Аленс... Санисенс какой-то. Эту туалет. Девочки, обалденный аромат. И мне кажется, вот это как раз такой, знаете, зимний-осенний аромат, который, когда вы заходите в помещение, действительно все вас услышат. То есть, ну, на любителя девочки. То есть, Ангел Демон, а точнее, Ален, либо он нравится, либо не нравится. Но вот этой зимой мне очень сильно понравилось. Следующее средство. Это уже аромат для нашего дома. Покупка была из Magnet Cosmetic. Это вот такая вот... Так... Boylons... Аромат тоже напишу, как он называется. Мне такое ощущение, что это какая-то польская марка. Это свечка для дома. Запаха ванили. Я уже совсем немножко осталась. Но, девочки, это тоже обалденная ваниль. Как я уже говорила, то, что запах ванили мне очень сильно нравится. А именно зимой зажигать свечи, это просто обалденно. И когда мы зажигаем именно с ванилькой, это просто правда. Мне очень сильно понравилось. И... Девочки, могу посоветовать. И это были все мои фавориты этой зимы. Если вам, конечно, понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайте, какие у вас были фавориты этой зимой. Какие средства в уходе используете вы. Я вам желаю солнышка. Я желаю вам теплоты, нежности. Природите себя из своих любимых. А с вами была ваша Ира. Всех любит свою. Всем пока-пока. Пока-пока.